Мы находимся в центре Пустошки, около производственной базы ДСПМК. Ранее эта организация была единственной в районе строительной организации, которая могла строить дороги и ремонтировать их. В 2009 году организация обслуживала всю сеть региональных дорог, района. Это более 300 километров. На сегодняшний день организация является банкротом. Это мое последнее место работы, где я возглавляла производственный отдел. Случилось то, что организация не смогла участвовать на торговых площадках госзакупки. С приходом к власти господина Турчака изменились условия торгов. Чтобы устранить как-то малый бизнес от участия в торгах, лоты на торговых площадках стали стоить от 3 до 5 миллиардов рублей. При этом нужно было внести залоговую стоимость. В сумме залог составлял от 30 до 50 миллионов. Ни один малый бизнес не мог себе позволить внести в такой сумме залог. Поэтому участвовать в торгах не имела возможности ни одна организация области. Кроме трех государственных предприятий, учредителем которых был комитет по имуществу Псковской области, которым помогли внести банковские гарантии на такую крупную сумму. Все три лота разыгрывались между тремя данными организациями ДО-1-2-3. Они тоже не имели возможности их выполнить в полном объеме самостоятельно. Поэтому они вынуждены были привлекать по договору субподрядный мелкий дорожный бизнес, который все время обслуживал данные дороги. Под договору субподряда были условия кабальные для малого бизнеса. Прямой путь к банкротству любого малого бизнеса. Они вынуждены были работать в себе в убыток, потому что иной работы у них просто не было. Вот оставшаяся техника, которая тоже находится под арестом. Грейдер советских времен. Второй грейдер, это уже не прицепной, а профессиональный грейдер. Потому что на нем более профессиональный надо машинист для прицепного. А это тоже грейдер советских времен остался. Ну вот в таком состоянии. Вот еще осталось. Остался экскаватор. После того, как в 2010 году были укропнены лоты и не было возможности участвовать в торгах, руководство нашей организации обратилось в антимонопольную службу Псковской области. ФАС поддержала нашу жалобу, но в дальнейшем проиграла арбитражные суды. И после этого в отместку за такую дерзость, что руководство смело пожаловаться, организации было отказано в договоре, на заключение договора субподряда на тех же кабальных условиях. При этом у организации были взяты кредиты на развитие организации. То есть мы покупали новую технику для того, чтобы иметь возможность развиваться и обслуживать дороги с лучшим качеством. С этого момента началось банкротство нашей организации. Сейчас работает здесь небольшое количество человек, обслуживает чуть более 100 километров. Но при этом зарплата не платится по несколько месяцев. Люди работают, потому что просто в районе нет возможности другой где-то работать, найти хоть какую-то работу. А выехать за пределы района, ну, не каждый может себе позволить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова